Число жителей Самарской области, ведущих здоровый образ жизни в ковидном 2020 году, уменьшилось более чем наполовину. Такие данные содержатся в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети Финэкспертиза. В целом, по стране, численность приверженцев ЗОЖ по сравнению с 2019 годом упала на четверть. С 14,5 миллионов до 10 миллионов 800 тысяч человек. Чтобы считаться сторонником ЗОЖ, по официальным критериям, человеку необходимо соблюдать пять требований. Не курить, потреблять овощи и фрукты ежедневно в количестве не менее 400 граммов, быть физически активным, не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, потреблять не более 5 грамм соли в сутки, соблюдать умеренность в употреблении алкоголя, не более 168 граммов чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 для женщин. Приверженцы так называемого удовлетворительного ЗОЖ образуют отдельную группу. Они могут не соблюдать одно из названных условий. При этом и к ортодоксальным, и к умеренным ЗОЖникам применяются общие требования. Они обязуются полностью воздерживаться от курения. Остальных россиян, которые курят либо нарушают два и более условия здорового образа жизни, следует отнести к антизОЖникам. Особенно сильно ударила пандемия по женской части сообщества. Несмотря на то, что зОЖниц в России все еще на треть больше, чем зОЖников, численность россиянок, сознательно следующих принципам здоровой жизни, в 2020 году снизилась на целых 39%, а это 3 миллиона 800 тысяч женщин. При этом мужской ЗОЖ в неблагополучном году, отмеченном локдауном и эпидемическими ограничениями, медленно, но верно наращивал обороты. Ряды приверженцев здорового образа жизни пополнили 177 тысяч мужчин, рост 4%. По итогам коронавирусного года можно отметить и положительный тренд. Число злостных антизОЖников, ведущих максимально нездоровый образ жизни, уменьшилось на 34%. Россияне в своем отношении к здоровью заняли взвешенную позицию, не демонстрировали большого энтузиазма, но взяли отдельные вредные привычки под контроль. Поэтому максимальной по численности оказалась группа умеренных зОЖников. На основании данных о распределении населения среди трех категорий, строгих умеренных приверженцев здорового образа жизни и явных его противников, аналитики составили интегральный рейтинг регионов. Первое место занял Татарстан, где почти четверть населения заявляет о высокой приверженности ЗОЖ. Большая часть жителей допускает отдельное отклонение от идеала, а доля антизОЖников минимальна. В здоровую десятку вошли также Ингушетия, Северная Осетия, Калининградская и Псковская области, Севастополь, Ставропольский край, Ненинский автономный округ, Удмуртия и Омская область. Наименее здоровый образ жизни ведет население Тывы, Камчатского края, Карачаево-Черкесии, Томской области и Тверской областей, Ханты-Мансийского автономного округа Новосибирской области, Хабаровского края, Дагестана и Тульской области. Если говорить о Самарской области, она оказалась в середине рейтинга на 44-м месте, набрав 346 условных баллов. Доля самарцев, которые придерживаются здорового образа жизни в 2019 году, составила 20,3%. Умеренных зожников 35,7%, антизожников 44%. По итогам 2020 года 11,3%, 56% и 32,7% соответственно. При этом доля женщин сторонней зож сократилась на 56,9%, мужчин на 10,2%. Субтитры создавал DimaTorzok